Доброе утро, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом канале. В общем-то, давайте я так, начну издалека немного. У нас на этой неделе турниров UFC нет. Помимо этого, у нас, конечно же, есть и другие организации, помимо UFC. Например, на этой неделе у нас пройдет два ивента, таких небольших от Cage Warriors. Потом будет Fury Fighting Championship. Там тоже какие-то вроде как коэффициентики есть. Сейчас, 5 секунд. Даже посмотрим точнее, да? Ну вот, получается, у нас на Cage Warriors линия есть. У нас, получается, есть линия на Cage Fury Fighting Championship и есть КСВ. Я вот вчера, когда шел по улице, записал голосовое сообщение в Telegram, отметил, что прогнозы в любом случае будут, но пока я не знаю, какие. То есть, что пойдет в бесплатку, что пойдет в платку и так далее. А потом, потом, вечером, вчера, я начал смотреть прогноз погоды на завтра и вдруг увидел, что завтра, ну, то бишь, вчера я смотрел, увидел, что завтра, то бишь, сегодня 26 мая. А 26 мая у меня день рождения. Вот. Я неожиданно про это вспомнил, но просто я как бы его не отмечаю, поэтому запамятовал. Вот. И я решил сделать как? Ну, в любом случае, каких-то супер-мега-громких турниров на этой неделе нет. То есть, чего-то прям такого жирного-жирного-хорошего, чтобы можно было с большими максимумами там разные быка забрать, я тоже пока как бы не вижу. Хотя там к КСВ можно присмотреться. Ну, в общем, я решил все ставки, которые будут на этой неделе, все, чтобы ушли в бесплатку. То есть, вот так вот я решил. Ну, то есть, поэтому в данном случае у нас, внимание, заслуживает два ивента Кейдж Вориорс. Вот. Один, получается, пройдет завтра. Ну, вот, другой пройдет послезавтра. Вот. Там же, соответственно, где-то в той же степи потом будет Кейдж Вори Файтинг Чемпионшип. И 29 мая в ночь в 29-е там получается... Нет, в ночь в 29-е, в 29-е пройдет еще и КСВ. Но это по моему времени. По Москве там получается 28-го вечера. Вот так вот. Все какие-то у меня будут мысли, прогнозы, все пойдет в бесплатку. И давайте сейчас разберемся, что нам делать с ближайшим ивентом. А это именно Кейдж Вориорс 137, который пройдет в Колчестере, Англия. Вот. Здесь карта такой узкий, емкий, всего лишь 5 поединков. Я не помню, что у них там по формату. Наверняка они что-то туда еще допихают. Прелимы какие-нибудь там, да, любительские поединки и так далее. Но, в общем, линию дают вот на эти конкретно бои. К ним я присматривался. Здесь есть более или менее какие-то знакомые имена. В чем плюс Кейдж Вориорса? Почти все поединки, ребят, более или менее значимых. Можно найти спокойно на ютубе. Можно посмотреть, освежить какие-то воспоминания и так далее. Вот. В мейн-ивенте у нас будет биться за пояс. Соответственно, да, там бойцы. Жоэль Куаджо против Мэтью Боннера. По крайней мере, Мэтью Боннера там по-моему пояс какой-то был. Но не суд. Не важно именно стилистически понять, что от этого поединка ожидать. Ну и, в общем-то, если вкратце приглядеться. Сорян, да, Полуджо просто не работает. Обычно я на него ориентируюсь. То Мэтью Боннер, он такой, как бы, в последние годы там и так далее. Все больше про борьбу. Именно поборцевать, залежать и, как бы, измотать своего оппонента. И в случае чего, в принципе, ему удается иногда закончить поединки досрочно с помощью добиваний. Либо, в общем-то, да, провести какой-нибудь сабмишн, как он, например, Сабнух Югу Перейру во втором раунде, в начале второго раунда сабмишном РНК. Очень-очень-очень большой, в общем-то, да, голод по бойцам сейчас, на данный момент, везде во всем мире, в том числе и в Европе. Организацию многих до сих пор кризис. Они до сих пор не отошли от пандемии и так далее. Плюс попытка развития Франции, когда нового такого региона в плане ММА, и приводит к тому, что очень часто с Францией нам подкидывают всяких мешков. Вот Джоэл Куаджо, у него рекорд 7-7. Причем большую часть поражений он заработал давным-давно еще, в 2017 году. С тех пор у него винстрик. Но выступает редко. Активизировался, конечно, за последнее время, в 2021 году. В октябре и декабре подрался, получается, дважды. Оба раза победил досрочно. Но, опять же, тут просто смотрим, против кого он бился. Чувак с рекордом 4-4, который с ним бился Станислав Шаболтас. С отрицательным Эмирик Юмби. То есть, это чувак, который бился с мешками и при этом имеет рекорд 7-7. Я посмотрел, как бы, его поединки. Даже вот этот бой, который он, соответственно, проиграл... Сейчас найду кому, блядь. Где этот лох? По-моему, с Кевином Умаром, что ли, у него был бой. Короче, я смотрел, там был просто трешак. Трешак такой, что его просто там валяли, что хотели с ним делали. Абсолютно беспомощный. Там ничего не может. Как бы, там просто мешок был в полтора раза меньше него. Абсолютно бесформенный. И то его мешка умудрялось там выходить под каких-то сабов. Его переводить там и так далее. То есть, я, короче, к чему веду? У Джоэля Куаджи, если есть какие-то шансы на победу, то только там что-нибудь в стойке там донести. Какие-то удары до своего оппонента, потому что более или менее мощи в ударах хватает. Если дело дойдет до партера, то там, ну сорян, там до свидания. Причем до свидания, скорее всего, очень быстрое. Я, прежде всего, конечно же, при оценке, при аналитике, отталкиваюсь от линий, который дает ФБК Фонбет. Но в данном случае забирать победу именно в первом раунде за 3-1 немного сыкотно. И есть, в общем-то, другие альтернативные варианты. Например, на Бет-Сити ТМ полтора, а это 7,5 минут, дают коэффициент 2-4. Лучше здесь, конечно, какое же хочется. Хочется за трешку забрать. Манит, в общем-то, да, коэффициент. Но в данном случае я бы лучше бы забрал на ТМ полтора. И, конечно же, я вижу, прежде всего, победу Мэтью Боннера в партере. В первом раунде, может быть, вообще даже на первых минутах. Каким-нибудь РНК там стандартным и так далее. Но в целом я не исключаю, что и Куаджо может победить. Но, опять же, если победит, это какой-то там апсет, какой-то нокаут, опять-таки. Потому что и были подобные заплеты у Боннера и в его карьере, когда он подпропускал. Когда не все у него, в общем-то, получалось. А есть у него определенные минусы в этом плане. Хотя, в общем-то, нельзя сказать, что он типа пробитый. Так что в данном случае все-таки рекомендую по Бет-Сити ТМ полтора за коэффициент 2-4. Ну и, опять-таки, дополнительно анализируя, что у нас там вообще в карте еще есть, наткнулся на поединок Адама Кулина против Арнауда Черфала. Черфала. Ну и, в общем-то, опять-таки, я уже объяснял, что Кейдж Вориорс очень часто свои поединки загружает на YouTube. То есть, почти все можно найти, посмотреть. Какие-то поединки этого парнишки я, соответственно, видел ранее уже. Потому что активно он выступает по профи вот с 20-го года, 20-й, 21-й, 22-й. То есть, как бы, и вы можете заметить, что у него победы все досрочные. Все 4, все в первом раунде. 3 РНК, 1 КО, ТКО. Ну, КО-панч. Панч. В целом, да, боец более, скажем так, любит поработать в партере. Но я бы сказал, что у него и стойка достаточно хорошая. Неплохие комбинации накидывает. И, прежде всего, она хороша в сравнении с его оппонентом. Посмотрю, опять-таки, Арнауда, вот некоторые поединки. Стойки там нет вообще никакой, ни защиты, ни ударов. Вот. Прежде всего, опять-таки, любит работать в партере. При этом, как таковой борьбы именно, да, там, чтобы занять доминирующую позицию там тоже нет. И две у него есть примечательные победы. Обе добыты на турнирах М1 Челлендж 82 и 86. Обе добыты одним приемом. Гильотин Челк. Причем, в обоих поединках он смотрелся крайне хреново, если честно. Ну, вот. Просто ловил момент, в общем-то, да, и делал то, что он умеет, то, что он может. Я считаю, что в данном случае у него шансов на сап на самом деле очень мало. Шансов на победу, в общем-то, в целом тоже крайне мало. Я бы сказал, что это очень близкий бой к уровню мисс-матча. Ну, и коэффициенты это абсолютно отражают. На Адама Калина дают 1,5. Но, опять-таки, здесь просто темный момент в том, что по профи последний раз Черфала выступала в 2018 году, когда проиграл Магомеда Магомедова в первом раунде панчем. Опять-таки, на турнире М1 Челлендж. Ну, за Забилова, короче, Магомед Магомедов. Что от него ожидать? Что он будет делать? Может быть, он все эти годы в горах тренировался, там, у Шаулинцев, там, или что-то еще? Но я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что чувак просто выходит, там, да, за рекордом, ну, в смысле, за чеком. Там, да, и это очередной легкий скаль будет в карьере Адама Кулина. То есть, опять-таки, если смотреть по коэффициентам, я считаю, что вполне Адаму по шансам здесь сообразить ТМ-ку, что в стойке, что в партере. Так что, тут видите, как бы, вот, допустим, даже когда я про UFC что-то рассказываю, я пытаюсь какие-то моменты, технические нюансы описать более подробно в непонятных поединках, потому что я понимаю, что далеко не у каждого есть возможность пойти и посмотреть. Особенно сейчас, когда, ну, очень сложно купить подписку на Fight Pass. Но только через каких-то ботов, телеграмме. Поэтому у людей, по сути, нет физических возможностей самостоятельно, да, проверить информацию, какие-то выкладки, там, да, аргументы и прочее. Но здесь я, опять-таки, не вижу смысла больше разглагольствовать, потому что вы можете спокойно посмотреть, по сути, все четыре поединка в профи от Адама. Вы можете посмотреть спокойно три поединка Арнауда, в котором провел М1 One Challenge. Как они шли, что они делали. Это спокойно ищется на Ютюбе. И очень похожая ситуация с Куаджи и Мэтью Боннером. Там все поединки значимы Мэтью Боннера, они доступны на Ютюбе. Кое-что можно найти из выступлений Куаджи, чтобы, там, да, 2 плюс 2 в голове свои сложить. Так что, вот они, два моих официальных прогноза на первый турнир этой недели. Напоминаю, что, как бы, у меня день рождения, поэтому я решил все, какие у меня прогнозы будут на этой неделе, давать в бесплатку. Вот. Ну и надеюсь, что на выходе мы получим какой-то результат. И это будет мой подарок от меня вам. Ну, помимо этого, там есть всякие, там, еще киберспортивные метки и прочее, что-то пытаюсь кидать, соображать сейчас, да, за неимением каких-то важных турниров. Ну, вот, в общем, вчера, там, да, более или менее было все неплохо, пока я, опять-таки, в онлайн-кс не убился. Но это так, чисто смотреть было, скажем так, немного тошно, потому что, там, в онлайне происходит такой пипец, что даже тут не в деньгах дело, а чисто в происходящем, в самих сценариях, да, этих встреч. Так что, согласны с чем-то, не согласны, в комментарии пихайте им свое мнение, аргументы и прочее. Вот. На этом, в общем-то, все. Я просто, опять-таки, записал на Kedge Warriors подкаст. Потом, в общем-то, возможно, отдельно запишу на Kedge Warriors, на второй еще тоже какие-то мысли. Если там ближе к Турику еще дополнительно что-то откроется, на KSV свои мысли выскажу. Постараюсь что-нибудь придумать на Kedge Fury Fighting Championship. В общем, все пожелания, даже по поводу остальных турниров, тоже оставляйте в комментариях. Все учту, все постараюсь сделать своевременно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok